В бытность руководителем портфеля проектов в компании. Мы создавали систему для одного федерального органа исполнительной власти, сервисы для муниципальных образований, где они могли смотреть состояние обы недвижимости, прогнозировать доходы налоговые. В этой системе у меня случился, как мы называем, программисты фейл, крупный фейл. Мы не выполнили работу в срок, у нас были этапы, и в какой-то момент нам от заказчика прилетело на достаточно крупном уровне, был большой разбор на уровне зам руководителей, потому что детская компания подводит и не выполняет обязательства свои в сроке, в должном качестве. Это была моя зона ответственности. У меня был неправильный подбор компетенций в команде. То есть я набрал команду, не приведя должным образом их квалификацию и давал задачи, например, программистам, не свойственные им. Допустим, был веб-разработчик, давали ему задачу работать еще с базами данных. Момент здесь был, который я упустил, это на ранних стадиях мы не разговаривали с клиентом. Ситуация была исправлена, тоже не скажу, что ничего не произошло. Я взял вручное управление, и, соответственно, мы уже с коллегами перераспределили обязанности, и, условно, в ежедневном политическом режиме следили за проектом, докладывали клиенту. В IT-технологиях главное — это информация. И с информацией, с ее качеством, с ее доступностью, с ее обработкой зачастую больше всего проблем, с которыми мы сталкиваемся как разработчики информационных систем. Внутри, например, госорганов, там тоже, на самом деле, первый шаг к тому, чтобы построить такую систему принятия решений на основе данных, ну, допустим, там, в стройке в Пермске у нас, в столице Пермского края, можно привести пример. Данные находятся у разных ведомств. Часто бывает дублирование данных. И ведомства еще, ну, допустим, разные министерства там могут друг с другом не обмениваться данными по разным причинам. И надо постараться создать такой организационный даже процесс, как исполнителю, чтобы забрать данные у них, и сказав, что зачем это им нужно взять данные там у других и создать вот некое такое единое решение. Вот этот барьер тоже такой внутренний, административный, он тоже препятствует, ну, как бы замедляет работу. Сами данные могут быть еще, например, в таком формате, в котором их нельзя там обрабатывать. Ну, например, там, бумаги, их надо перевести в электронный вид, или это сканы документов, которые, ну, нельзя обработать. Нужно писать там код, если там их анализировать, и на это тратится время. Давайте затронем вопрос кадров. Безусловно, это тоже проблема, там, не знаю, какого порядка, там, номер два, номер один, но она очень остро стоит, и в целом по рынку, и в целом, и как для нас, для компаний. Поскольку сейчас большой спрос на цифровые решения на рынке мало, ну, не хватает квалифицированных специалистов, разработчиков, аналитиков и других там, и специальностей, руководителей проектов для того, чтобы компании могли этот спрос удовлетворить. Даже при том, что у нас есть большая сеть университетов государственных, которые готовят эти специалистов, но их готовят мало. То есть надо еще больше кадров, вот это, ну, банальный ответ, там надо еще больше готовить людей. Это раз. Второе с качеством. Ну, это мое субъективное мнение, может быть, про различные курсы. Да, к нам тоже бывает, приходят там ребята, которые вот там прошли некий там курс, и просят там, например, там зарплату уже, как будто он опытный. Но, по факту, не всегда вот эти вот курсы дают ту базу, которая нужна для промышленного программирования.